Добрый день, дорогие зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках следующая. Банально, боль в предплечье. Кому непонятно, о чем речь, анатомия вам в помощь. Внимательно смотрим, как простирается данный меридиан. И, конечно же, он контролирует предплечье. И все различные удары, ушибы, травмы, ранения, перелом руки в этой области предплечья. Пожалуйста, это все может вызывать боли в предплечье. А также мышечный тонус, мышечный каркас, все мышцы, которые простираются в предплечье, могут быть воспалены или могут быть слабы. Ну и не забывайте, конечно же, это состояние шести основных меридианов, которые простираются по верхним конечностям. И нам нужно точно так же знать, в каком они состоянии. Особенно у тех людей, у которых состоялись уже, либо проявляются частенько хронические болезни, боли, заболевания при области предплечья. Потому мышечный тонус здесь основной. Кожный покров. Нужно знать, в каком состоянии данные меридианы. Почему нужно знать? Потому что они контролируют верхние конечности. Вот смотрите, меридиан тройного обогревателя. Меридиан сердца, перикарда, легких, толстого кишечника, тонкого кишечника. Но в каком состоянии эти меридианы? Частенько люди приходят и не знают. Один меридиан может выбивать полностью все верхние конечности. Он уже сформировался за всю жизнь своей слабостью, вялостью. Человек даже не обращал на него внимания. Он поглаживал данный меридиан, данную область точки, скажем так. Частенько как бы спасал свои верхние конечности этим массажем. Но пришло время, когда уже что, скажем так, энергетика сформировалась в хроническом слабом состоянии. Вот тут вам нужно ее восстанавливать. Может длительными проливаниями акупунктурной точки. Нужно отыскивать акупунктурные точки слабых меридианов и активными массажными действиями их что активизировать. Либо наоборот, все меридианы воспаляются, потому что человек не может формировать свою физическую нагрузку на себя. Либо он не контролирует выброс энергетики, эмоциональный, физический. Здесь уже нужно контроль над собой. Не только работать слепо над акупунктурными точками. Поэтому данная точка П8 Дзиндюй, которая относится к меридиану легких, которая постирается по предплечью, она нам в помощь. На месте боли данную точку мы расслабляем, на месте не боли мы тонизируем. Если оба, то есть обе руки в области предплечья болят, данную точку нужно расслаблять. Но помните, уважаемые зрители, не всегда боль это есть воспаление. Восточная медицина подразумевает по-другому. Иногда воспаление это слабость, а слабость это воспаление. Потому что, чтобы расставить все точки над И, тут и нужна диагностика 12 меридианов. Спасибо за внимание.